А первым началом ролика хотел бы поставить вам в свой второй канал. Здесь я провожу стримы, потому что на основном канале, где вы смотрите это видео у меня страйк, поэтому я не могу делать стримы. Но я стримы делаю на втором канале, поэтому пацаны ссылочка будет в описании. Переходите на этот канал, подписывайтесь. Давайте попробуем набрать на этом канале тысячу подписчиков. Но сейчас вы будете смотреть влог, который я еще снимал в августе, даже в начале августа, перед тем, как взломали мой канал. Материал, конечно, уже старенький, но я думаю, он не должен пропадать, поэтому пацаны, я надеюсь, вам все понравится. Влог получился насыщенный, интересный, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите от начала до конца. Желаю вам всем приятного просмотра и приятного аппетита. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня у нас будет новое видео, я обратно приехал в деревню. Хочу поснимать для вас много чего интересного, там на речку съездить и так далее. Сейчас я, получается, достал мотоцикл, это Иш, Планета Трифт. Вот, короче, стоит планета, я колеса подкачал уже, колеса уже накачаны, это самое главное. Теперь будет интересно, пацаны, с какого раза он заведется. Пацаны, просто ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если хотите больше влогов. Давайте наберем на этой серии 200 лайков, потому что предыдущее видео влог вам не зашло, потому что я там много не разговаривал. Ну, то есть, там были просто покатушки под музыку, но в этой серии я хочу побольше с вами поразговаривать там, пообсуждать что-то и так далее. Сейчас я буду пытаться завести мотоцикл, там есть немножко бензина, я на нем не ездил месяц, то есть месяц он стоял здесь в гараже, и никто на нем не ездил, кроме меня. Там осталось немного бензина с прошлого раза, когда я ездил, сейчас я попробую его завести, потому что он месяц не заводился, и, бля, он с первого раза точно не заведется, потом уже залюдит за 5 литров бензина и буду уже кататься. Сейчас его заведу, он поработает, просрется, так сказать, и уже поеду прокачусь на нем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Короче, пацаны, я вот покатался, и, короче, он два раза у меня заглох. Один раз у меня заглох, я его завел сразу почти. Второй, короче, раз у меня заглох, я с ним долго, короче, мучился, там еще пацан подошел, потом еще один пацан подошел. Короче, не поступал почему-то бензин, ну, в карбюратор. Я в итоге перехелил его, подсосал бензин, и вроде бы как он завелся. Как-то он немножко странно работает, я не знаю, в чем проблема, пацаны. Залю, короче, наверное, 5 литров бензина. Ну, там бензина, конечно, он есть, как бы, но его мало. Может быть, из-за этого он иглох. Но так он немножко странноват, как это работает. Надо ему, наверное, просраться так нормально, да. Тогда он будет хорошо работать, потому что он месяц стоял, как бы, сами понимаете. Вот мотоцикл, короче, стоит возле дерева, вот эта камера. Кстати, я посмотрел ракурс на камере. Короче, я ездил, я вот пересмотрел только что запись, и там хорошо дорогу видно, но не видно, короче, руль. Вообще не видно руль, просто видно дорогу, и все. Поэтому я буду экспериментировать с ракурсами. Я хочу, чтобы было видно хорошо и руль, и дорогу. Потому что, если вы будете видеть только руль, вы будете бомбить в комментариях, в принципе, что не видно дорогу. Поэтому я постараюсь как-то ракурс настроить нормально, и уже будут покатушки. Короче, пацаны, я пошёл в гараж за бензином, его здесь нету, наверное, дядька привезёт. Я хотел себе его в мотоцикл залить, но, конечно же, не бесплатно. И, короче, мой дядька купил себе новую машину, пацаны. У него шестёрка, короче, голубая сейчас. И он купил себе ещё одну шестёрку, и я зашёл, пацаны, я охудел. Я реально не ожидал её здесь увидеть. Он себе новую машину купил, получается, у него шестёрка сейчас голубая, он на ней поехал. А здесь, в гараже, новая машина, пацаны. Давайте я вам покажу. Да, это Жигули, пацаны, но она просто писечка. Она просто муа, персик. Просто посмотрите, пацаны. Реально, она такая пизда. Она чёрная, короче, на чёрных колёсах. Вот такая вот малышка, пацаны. Она в идеале просто, пацаны. Она просто в идеале. Ебать писечка просто. Чёрная просто соска. Здесь ещё стоит, получается, ява. Я на неё, честно, не ездил, но я, может, попрошу дядьки прокатиться. Просто, ну, как бы у меня опыт вождения очень маленький. Я на мотоцикле катаюсь всего лишь там, ну, месяц где-то, реально. Где-то месяц, я катаюсь на мотоцикле, и то у меня килл не очень такой крутой. Ещё оптика, видите, необычная такая. Выхлоп ещё стоит здесь. Ебать, она охуенная просто. Я захожу в Вараж такой, ебать. Я думал, ну, машина как бы нету дома. Я думал, он на неё уехал. Как бы мне брат говорил, что его папа новую машину купил, но я не видел какую. Ручки ещё такие. Смотрите, пацаны. Она закрыта? А, не, она открыта. Ебать, ебать, пацаны. Я просто в ахуе. Ещё ключи стоят. Походу, у неё сигнализация есть. Ебать, ещё ключ такой модный. Сидушки, пацаны, какие. Салон просто в идеале, блядь. Ебать же она пиздатая. Я не знаю, пацаны, вы там скажете, вот, жига, ебать. Чё ты так восхищаешься, но оно просто в идеале. Цеклоподъёмик ещё есть, пацаны. Я ебал просто. Руль такой ещё прикольный. Такие вставки деревянные. Я просто в шоке. Она пахнет, как новая машина. Я вам серьёзно говорю, пацаны. Подлокотник ещё есть. А ну, давайте заценим. Блядь, надеюсь, мой дядя не будет против, что я его машину снимаю, потому что я ему не говорил. Как бы гараж был закрыт. Я взял ключ, открыл гараж. Ручки ещё такие пиздатые, пацаны. Вот это ляля, я понимаю. Ёбаный насос. Так, а ну, давайте сзади заценим. Я ебал, я бабу, нахуя ебал. Блядь, подлокотник есть, пацаны. Я не знаю, вам плохо норовидно? Сзади здесь такая тонировочка ещё. Она на чёрных таких штампах, пацаны. Просто реально вписочка. Я вам её не могу нормально показать, потому что она в гараже стоит. Но в каком она идеале, просто как она покрашена. Просто тачка реально очень хорошая. Хорошо покрашенная. В хорошем состоянии. Цеклоподъёмненький. Хороший салон, пацаны. Реально просто лайк. Итак, пацаны, короче, я приехал на речку. Я надеюсь, меня будет нормально слышно, потому что здесь есть ветер. Поэтому я буду говорить погромче. Короче, вчера я ездил со своим братом двоюродным на речку. Акимовка называется это. Село, либо речка, я уже не знаю, пацаны. И, короче, там она зацела вода. И там тупо дохлая рыба валялась возле берега. И поэтому мы там не купались. Потом мы поехали, короче, на другую речку. Я не помню, как она называется. И там мы уже покупались. К сожалению, я для вас ничего не снимал, потому что у меня камера села. И поэтому ничего я не смог записать. Но можете зайти в мой инстаграм, и там есть фоточки, как мы там купались, в принципе, где мы были там и так далее. Там фоточки все есть, поэтому можете просто зайти в инстаграм и там посмотреть фотки. Сейчас я приехал, получается, тоже на речку. Она находится буквально, ну, 2 минуты я сюда ехал, короче, от дома. Но здесь купаться нельзя, пацаны. Сейчас объясню, почему. Здесь, короче, коровы купаются. Там вот вдалеке, вот там вот далеко, короче, пасут коров. И потом, когда их ведут домой, они здесь купаются. И купаться здесь, пацаны, ну, это бред, реально. Поэтому купаться я здесь не буду, но я вам покажу просто речку, покажу природу, покажу пейзажи. Я еще писал, получается, в своей группе на канале, чтобы вы писали свои идеи, что мне поснимать. Там некоторые писали, по езде на заднем колесе, поугоняют мусоров. Ну, это реально бред, пацаны, я думаю, вы сами понимаете, почему. Ну, это реально бред, пацаны, я думаю, вы сами понимаете, почему. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Короче, пацаны, я думаю, вы все видели, я так нормально проглатил по балке. Я не думал, что по балке гонять на мотоцикле, это реально так круто. Просто в повороте вот так вот влетаешь на 60-80 скорость, это реально очень круто, пацаны. Я тут заехал на горку чисто пересмотреть материал, потому что я не знаю, какой ракурс подобрать, чтобы вам было видно нормально. Ну, вроде бы этот ракурс был хороший, поэтому я надеюсь, вам все понравится, потому что ракурс подобрать очень сложно, потому что, как бы, ты камеру направляешь, куда тебе хочется, но ты не знаешь, нормально будет видно дорогу и руль или нет. Поэтому, пацаны, надеюсь, вам ракурс понравился. Сейчас еще поеду в другое место, попробую сейчас на гору там выехать и показать вам речку, где я вчера купался, получается. Это будет реально очень круто, мотоцикл вот стоит здесь, пацаны. Очень красиво, здесь, если что, просто дрова пиляет, поэтому здесь так много веток там и так далее. Вот такое вот, пацаны, поле, давайте я вам покажу. Вот такое вот, пацаны, поле здесь так красиво, реально очень круто. По балочке проехался, мне очень понравилось. Камера почти полностью заряжена, поэтому смогу для вас нормально все поснимать, в принципе. Я хотел бы поснимать природу, но, блин, я включил четвертую, как погнал просто по балке. Это реально очень круто. Тут хотя бы ям нету, и поэтому можно быстро ехать. Но в повороты, конечно, быстро страшно заходить, поэтому я немного притормаживал, но так в целом все хорошо, пацаны. Вот мотоцикл стоит, с ним тоже все хорошо, бензин есть, заводится тоже нормально, поэтому просто я люблю этот реально мотоцикл. Это мой самый первый мотоцикл, на котором я научился ездить. Короче, пацаны, я доехал до речки. Блин, обратно ветер начался, заколебал. Когда я только начинаю снимать, начинает ветер дуть. Короче, я доехал до речки, где я вчера купался, но я туда заезжать прям не буду. Там надо по мотоциклу переходить, а на мотоцикле там никак не проехать, поэтому я вам завлекать сниму, не знаю, будет ли видно. По такой дороге плохо ехал, пацаны, это просто капец. Я, наверное, не буду вам показывать, либо там тупо, вот там знаете, какая дорога была? Я по той дороге, помню, ездил пару лет назад, и там было нормально. А там сейчас дорога, вот как здесь, вот как здесь дорога, видите, здесь одна трава. И там так сама дорога была, когда я поднимался там наверх, выехал, смотри, там поле, и одна трава. Я по этой траве, блядь, все ноги исчезал себе, это просто пиздец, пацаны, реально. Вот такое, пацаны, крепление, если кому интересно. Вот, просто на голову цепляется оно. Неудобно, конечно, с ним ездить, но другого выбора нету, потому что вот эти присоски, блядь, они одноразовые. Поэтому пришлось на голову крепление, короче, одевать, и так ездить. Жара на улице, наверное, градусов 35, пацаны. Конечно, да, пасмурно, но жарко очень сильно. Все самые свежие новости, пацаны, если что, в моем инстаграме, поэтому можете подписываться. Ссылка будет в описании, и на экране тоже будет инстаграм, поэтому можете подписываться на мой инстаграм. Субтитры сделал DimaTorzok